и снова здравствуйте всем привет в этом ролике хотелось бы рассмотреть как сделать персонажа если вы не умеете лепить и допустим рисовать это уже будет третий ролик на эту тему как я себе представляю будущее 3d лепки ну давайте рассматривать открываем the brush 2019 у меня в данный момент итак чтобы создать персонажа первое что нам нужно это голова давайте рассмотрим как эту голову где взять я скачал модель я ее сейчас покажу так рабочий стол скачал вот такую модель брусли многим она вам знакома да но мне нужен брусли под анимацию конечно по прошлым роликом я уже показывал как самому сделать вот эту голову лицо персонажа используя программу psgen или аналоги его но там все равно нужно кое-что долепливать что-то переделать мне нужен именно персонаж брусли для анимации руки у него сложены вы видите модель в принципе нормальная все хорошо но с этой модели мне понадобится только голова давайте покажу как это все дело сделать так первым делом нам нужно отрезать голову желательно ее вот так по плечи низко не идти делаем control w отрезаем голову так делаем сплит grow сплит окей так тело нам не понадобится в принципе как можно оставить давайте оставим вот эту нижнюю часть control w и тоже отделим ее grow сплит все вот эта часть нам не нужна так это тело вот это тело мы удаляем так пардон тени туда нажал дэвид окей вот это тело опять же долой и что у нас остается у нас остается персонаж голова остается у нас ноги ноги нам пока нужны вот для ориентира вот это пропорции именно персонажа так теперь что нам нужно сделать нам нужно отделить волос волос классно кстати сделан вот так и отделить лицо ставим x симметрию чтобы рисовать сразу маскировать с двух сторон и потихоньку вот обходим вот этого вот персонажа вот таким вот образом ну чтобы волос остался именно в таком нормальном состоянии так смотрим проверяем смотрим сзади дорисовываем мы делаем control w сочетание клавиш теперь мы это все делаем значит разбиваем сплит grow сплит окей все с этим делом и будем работать что нам понадобится нам понадобится значит тело где его взять первое что можно сделать это в лифт бокс открыть тулы так программы вот project и здесь есть уже базовым вот этот наш так вот это мы все сохраняем так файл файл как проект сохранить и только после этого открываем уже лифт бокс и находим вот этого персонажа файл вот такой базовый персонаж именно забрать shift левая кнопка мыши снимаем выделение чтобы не видны были другие саптулы и включаем этот глаз теперь что нам нужно сделать у персонажа разные полигруппы мы можем просто взять какую то деталь и экспортировать ее в частности я вот брал вот эту вот руку вот тело у него конечно не интересное забираем какую нибудь руку вот эту скрываем все это все ненужное так получается у нас заходим в геометре находим модифит опологи применяем делал чтобы полигонаж остался который есть и делаем делал hidden скрываем все теперь делаем экспорт вот этого объекта и заходим опять в наш проект делаем дубликат какой нибудь какой нибудь именно части пусть будет волос и импортируем сюда вот эту руку рука большая нужно ее уменьшить вот так и подогнать подогнать к нашему персонажу вот получается вот такой вот внешний вид немножко все это дело надо перекрутить таким же образом находим подходящий торс маскируем с какой нибудь модели и все это дело должно получиться вот в таком вот в ракурсе это вот заготовка значит кисти рук я взял именно с кисточки сейчас я вам ее покажу в прошлых роликах я уже показывал кисти которые делал сам именно собирал разные детали в частности вот у меня кисти рук выбираем какую-нибудь модель руки и вытаскиваем подсоединяем ее к нашему вот этому предплечье к нашей руке таким же образом вот браз есть у меня кисточка тел выбираем любое тело ну допустим вот это нет это качок качок нам не нужен так это кто у нас ну вот есть тоже персонаж смотрим какие у него ноги нам нужны нормальные ноги эти стопы нам не подходят ctrl z ищем другого персонажа у которого нормально проработана ступня так что тут у нас это тоже низкополигональный это пацан так где тут еще так ну в принципе скачка давайте возьмем пока для образца ноги ctrl w мы их отделяем предварительно чтобы это все дело вытащить нам нужно отдельно создать какой-нибудь саптул делаем дубликат допустим штанам и выбираем персонажа который нам даст часть своего тела выбираем одну ногу ctrl w теперь маскируем все это дело в частности штаны делаем ctrl w и вот все дело отделяем геометри дел хидом у нас остается стопа нам нужно теперь стопу приставить допустим штанам все это дело подгоняется так лишнее тут тоже нужно удалить ctrl w дел хидом и с помощью гизма увеличиваем подгоняем подставляем нашу стопу к персонажу точно таким же образом находим ноги находим какие-то части тела и комплектуем вот этого собираем как пазл нашего персонажа это самый быстрый способ конечно можно все части самому лепить если времени много и азарт есть именно самому сделать полностью персонажа от начала до конца но смотрим дальше более-менее подходящие руки тела выбраны но это тело не является именно копией хотя бы вот брусли все это дело нужно перерабатывать по-любому давайте посмотрим изначально это выглядит вот так когда вы набрали полностью какие-то части детали чтобы вы видели сколько тут детали это вот значит затылок получается у нас затылок н лицо так здесь у нас получается штаны тут у нас руки кисти стопы ну и торс так где у нас торс вот он вот такой набор именно для дальнейшей работы с персонажем теперь рассмотрим что происходит дальше когда вы все детали вот эти понабрали укомплектовали вашего более менее персонажа вы начинаете более менее придавать персонажу вот внешний вид его тела конечно нужно немножко тут где-то уменьшить толщину рук где-то что-то пролепить лепить рекомендую клей билдов устанавливать ее на автомаскинг и делать эту кисточку на двоечку и вот такими вот манипуляциями где-то шифтом где-то через альт вдавливать вот комплектуем мал-мал переделываем нашего персонажа находим референции его тела если такие имеются и вот что должно у вас получиться и так значит n панель ctrl z x это вот персонаж который был ну скомпонован с разных частей а это уже персонаж который так опять x симметрия включена который был переработал у нас остаются еще не переделанные штаны вот эти ну давайте посмотрим что еще можно сделать штаны оставляем и добавляем с какого-нибудь персонажа ноги так получается у нас вот такой персонаж вот такой у него внешний вид ноги ноги тоже если чуть-чуть полноватый выглаживаем выглаживаем где-то шифтом где-то можно не знаю там с помощью мофта поладжи или моф эластик где-то где-то что-то приподнять где-то что-то утянуть вот такой вот процесс работы где-то поднять плечи уменьшить плечи где-то крылья возможно еще побольше где-то еще поменьше но это вы уже в процессе работы чуть-чуть тут разберетесь как это дело доработать следующий этап это раскрашивание ну как раскрасить я уже показывал много роликов и как развертку делать тоже это ролики есть на канале не буду все это дело затягивать словом вот такой процесс где-то конечно возможно еще пролепить где-то вот набросать какую-то массу какие-то детали немножко улучшить если они плохие вот в частности там доработать ухо вот так поднять ему полигонаж до миллиона чтобы был более классный более четкий где-то исправить сетку вот она сетка это вот основной персонаж который получился после склейки а этот персонаж уже получился после плагина так после плагина так после плагина и получилась вот такая сетка теперь на эту сетку нам нужно спроецировать нижние вот этот нижние детали модели саптула делаем projectile немножко ждем смотрим результат и так все спроецировано получается у нас вот такой вот четкий персонаж уже разбитый на полигруппы пальцы руки исправлена сетка с помощью the web если где-то какие-то косяки все это дело устраняем подбираем и смотрим что получилось вот такая сетка при пяти именно вот этих подразделениях такой получился персонаж высокополигональный где-то конечно нужно подправлять еще ну вот что хотелось показать вот такая сетка для анимации конечно эта сетка большеватая ну вот 29000 полигонов вот такая сетка уже нормальная и вот по всему по всему этому делу мы теперь красим наносим текстуры так давайте покажу попробуем выберем какой он цвет так не красный но пускай синий так он сет rgb зад и вот наносим красим нашего персонажа там чтобы текстуры кожи были ну чтобы был классный качественный так что-то там еще наносим он вот такой процесс когда мы раскрасили значит делаем юви мастер делаем развертку всего этого персонажа и забрасываем его в блендер ну а теперь идем в блендер посмотрим что там происходит итак персонаж уже находится в блендер с текстурами с развертками со всей вот этой штукой так давайте посмотрим что у него тут есть штаны у него отдельно волос у него отдельно почему волос отдельно потому что там вот этот персонаж ну как мы с другом хотим сделать чтобы он был реалистичный у меня чуть-чуть знаний не хватает по точности вот этим текстурам по substance paint там еще каким-то программам ну и и реалистичный волос и чтобы он был похож как в роликах где дерется ипмэн с брусли и так далее ну это такая задумка а это вот экспериментальный модель ну как как обычно у меня чтобы кости привязать побаловаться немножко так вот такой перс давайте рассмотрим кости кости вставлены и заменены на вот внешний вид вот такой циклы и вставлены кубы так сферы это аддон называется rig tool вот который помогает каждой косточке выбрать тот или иной объект и все по прошлым роликам я все объединил в этом персонажа это настройка значит кости и рта как в ролике про джо душа мульфин вот выбираем какую-нибудь косточку и вот у нас полностью работает губа вот у нас работает элис так теперь что у нас тут еще работает работает у нас здесь глаза это G вот они у нас глаза установлены также у нас закрываются веки по прошлому ролику который был вот перед этим по моему это R так отключу видимость костей и вот у нас работают веки вот такая штука так что еще тут есть тут вставлены зубы опять же по прошлым роликам это значит G зубы вот они зубы ctrl z так же у нас закрывается рот так вот так бешеный какой-то брусляк у меня получается зубы зубы надо их немножко вниз опустить слишком я их высота поднял ну так как-то и вот теперь можно делать мимику лица допустим допустим драки здесь присутствуют еще вот эти две косточки которые помогают опускать промежуточные вот эти части где веки находятся сейчас вам поближе покажу ну вот они находятся здесь ими можно тоже руководить чтобы нос более-менее двигался удивление там еще что там ну и чтобы когда глаза закрываются они за собой вот эту часть не тянули также здесь установлены косточки как и рот вот этот вот зеленые кости я заменил на сферы они не нужны в принципе а управляются вот этими вот эти косточки которые ну вот за которые тянем это кубы рот не стал заменять чтобы его было видно точно вот выбираем допустим какую-то косточку жмем G G вот он у нас уже такой прям черед какой короче а эти поднимаем еще выше так что тут еще можно здесь можно управлять вот этими частями когда вы жмуритесь у вас должны подниматься ну вот эта скула тоже чуть-чуть так в глаза вот для этого установлены эти кости эта кость установлена если вам нужно вот эту часть носа чуть-чуть приподнять когда у вас рот допустим орет или еще что-то или вы удивляетесь у вас вот эта часть должна чуть-чуть вытянуться вот так ну вниз уйти то он получается вот можно делать мимику персонажа вот такая штука так как тут все работает давайте еще рассмотрим все установлено по прошлым роликам на тело это настройка рук настройка ног все по прошлым роликам так так куб это таз эту ногу значит назад эту ногу чуть-чуть вперед таз усаживаем и руки можно короче вот страшно так так единицы на аппаде получается вот такой у нас персонажус такой у нас персонажус вот у меня тут что-то со штанами уже пятые штаны и вот приходится вот немножко тут корректировать просто растяжка между вот этими ногами что-то тянутся неправильно может полигонов чуть добавить и так вот таким образом вы можете делать своих персонажей вот такое что-то получается все всем пока до свидания что-то что-то